Как всегда, в одно и то же время мы встречаемся с вами в нашем арт-клубе. Сегодня моими помощниками будут Асиля и София. Долго тянуть не буду, расскажу сразу, что мы будем делать. Итак, сегодня у нас аппликация. Что такое аппликация? Аппликация это то, что клеят на бумагу. Правильно, это какие-то детальки, которые приклеивают на бумагу и в общем создается композиция. Но сегодня у нас будет все совместное с красками, поэтому сейчас расскажем, что нам нужно будет. Итак, какие краски нам понадобятся? Синяя, еще черная, правильно, и белая. Хорошо, еще нам понадобится два листика бумаги, да, белых. Вот, так, еще что? Вода. Правильно. Палитра. Палитра, кисточки, цветная бумага. Да, у нас небольшой кусочек оранжевой бумаги. Карандаш, правильно. И ножницы. Клей-карандаш. И ножницы. Ножницы, правильно. И еще нам понадобится красный фломастер. Это уже для добавления таких маленьких деталей. Сегодня мы будем делать с вами пингвинов на льдине. Так, давайте приступим сразу же. Нам нужно расположить листочек вот так, горизонтально. И сразу мы приступим к закрашиванию фона. Правильно. Фон у нас будет темно-синий, поэтому я сейчас сразу выкладываю краску на палитру. Будем работать как синим, так и белым цветом. Работаем гуашью. Итак, мы берем белый цвет этой же кисточкой. Сразу же берем синий цвет. И вот таким вот образом мы закрашиваем полностью весь листочек. Вот такими длинными полосками. Скажите мне, пожалуйста, какие аппликации вы уже делали? Из чего? Из бумаги, правильно? Так, а еще из чего можно делать? Из картона. Из картона. Ну, клей это то, чем приклеивать. А еще из чего можно сделать аппликации, кроме цветной бумаги? Возьми водичку чуть-чуть и краску. Из пластилина. Пластилин, хорошо. Это будет такая у нас интересная аппликация. Из макарон можно? Да. А еще из чего можно? Из гречки, да? Крупы тоже можно. Сделать какой-нибудь рисунок. Залить клеем. Правильно. И дальше уже засыпать разными, абсолютно разными крупами. Хорошо. Так. Молодцы. Нужно брать побольше темного и поменьше светлого. Хорошо? Вот. А ты бери побольше светлого, наоборот. Да. Возьми белый. Отлично. Угу. Хорошо. Мы в одной из передач уже рассказывали про пингвинов. И у нас была какая-то работа, связанная с пингвинами. Но это у нас были краски, если я не ошибаюсь. Сегодня у нас будет аппликация вместе с красками. И будет очень интересная техника такая. Мы покажем, как можно достичь интересной фактуры. С помощью простой белой бумаги. Аппликация – это очень полезная вещь, особенно для мелкой моторики. С помощью мелкой моторики развивается речь, интеллект и воображение. Так. Хорошо. Теперь вот здесь возьмем синий еще побольше. Мы сейчас добавим такие полосы. Вот так. Еще чуть потемнее. А мы сейчас добавим полосы. Ты не бойся, вот так придерживай листочек. Вот так. Сейчас мы быстренько. Почему она не помочила? Потому что нужно намочить кисточку. Я ее много мочила. Сейчас посмотрим. Если кисточку у вас не рисуют, тогда вам нужно будет намочить. Взять побольше жидкости на кисточку. Только не сильно, чтобы не было болота. Угу. Так. А что вы больше любите? А что вы больше любите? Аппликацию или краски? Краски. Краски. А пластилин любите? Да. Все, наши девочки закончили. Давайте покажем, какая у нас красивая водичка получилась. Такой у нас океан, море. Да. Все как в живую, да? Где-то темнее, где-то светлее вода, где-то глубже, где-то мельче. Итак, теперь мы должны дождаться, когда полностью подсохнет наш фон. Для этого мы берем и просто в сторону откладываем, чтобы он нам не мешал. Да. Нет, это, наверное, ледовитое океан. Да. Теперь мы берем белый лист бумаги. И сейчас я покажу, что мы делаем дальше. Мы сейчас должны примерно, берем ножницы, вот примерно вот такой размер мы оставляем листочка. Вот это нам понадобится для пингвинов. Из этого листочка мы должны теперь сделать три треугольника. Я вам сейчас в этом помогу. Один должен быть поменьше, побольше и средний. Так, берем вот таким образом, так вырезаем. Это будет самый большой. Ну, нет, пингвин у нас будет из другого. Этот помельче. И самый маленький давайте мы сделаем вот из такого. Сейчас будет самая увлекательная часть нашей аппликации, которая очень хорошо помогает развить пальчики и ладошки вашего ребенка. Так, и маленькая. Так, это нам не понадобится. Берем сначала маленький. Давайте я возьму один большой. И мы делаем вот так. Мнем хорошенько. Так, теперь мы потихонечку берем. Аккуратненько вот так раскрываем. И вот у нас как будто снежные такие, да, глыбы, вершины. Вот. Вот здесь нужно хорошенько еще вот так. Давай помнем. Чтобы у нас была такая прям сильно-сильно смятая бумага. Отлично. Так. Давай я тебе тоже помогу. Угу. Да. Вообще, чем хороша аппликация? С помощью аппликации можно ребенку рассказать, какие есть формы. Например, если мы вырежем три треугольника из зеленой бумаги и вот так вот будем накладывать друг на дружку. На что это будет похоже? На елку. Правильно, на елку. А если мы вырежем три кружочка абсолютно разного размера, белого цвета, будем накладывать тоже друг на дружку. Правильно. То есть мы можем с помощью таких простых фигур помочь ребенку узнать разницу между большим и маленьким, разницу в размерах, какие есть геометрические фигуры. Понятно? И сейчас я нарисую нашим девочкам семью пингвинов, которые они будут раскрашивать. Какого цвета бывают пингвины? Черно-белого. Правильно. А клювик какого у него может быть цвета? Оранжевый. Оранжевый, правильно. И лапки тоже будут оранжевые. Пингвины рисуются очень легко. Мы берем и рисуем вот такой овал, как будто яйцо. И вот так вот внутри мы делаем как будто сердечко. А это будет белое. Внутри правильно будет белое, а снаружи это будет черное. И делаем, собственно, вот так. Ну, вот что у нас получается. Затем мы уже потом сделаем глазки и все остальное. Теперь у нас будет самый маленький пингвин. Он будет у нас толстенький и кругленький. Да, как будто держится за руки. Ну, практически. Да, на расстоянии небольшом, потому что мы все это будем потом вырезать. Вот что у нас получается на начальном этапе. А теперь мы должны будем взять черную краску. Вот так. У нас кисточка не толстенькая. Она у нас хорошая. Если у вас есть фломастер, вы, в принципе, можете сделать это фломастерами или цветными карандашами. Просто краска, она будет все-таки более яркая. Стараемся мы брать поменьше воды. У нас должно это все хорошенько подсохнуть, но недолго. Понятно? Угу. Так. Вот так. Все, можешь закрашивать. Я тебе помогу. Давай немножко. Хорошо. Давай. Теперь маленького вот здесь нарисуем. Вот так. Молодец. Только ты забыла здесь крылышки. И мамулю. Бывают такие пингвины, у которых желтые на голове. А, да, хохолки такие бывают. Но это какие-то степные еще называют их. Есть же много разных видов пингвинов. Да. И они очень дружны между собой в стаях. Они очень крепко защищают друг друга. Поэтому не дают в обиду никого из своей стаи. Я пока из оранжевой бумаги вырежу шесть маленьких треугольничков. Это будут, правильно уже София сказала, это будут наши клювики. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может быть даже большой. Поменьше надо будет потом. Нет, это тебе и Василий. Ну да. Как могут быть у пингвинов шесть клювиков? Так, теперь мы делаем вот что. Теперь мы должны сделать лапки. Лапки вы просто берете и рисуете вот такие овальчики. Это и будут лапки. Мы берем полоску. Сворачиваем ее в несколько раз. Ну, у меня в четыре, у вас возможно больше. И теперь вот прям сразу вырезаем вот так и овальчики. И у нас получается сразу несколько штук. Да, вот так четыре. Отлично. То же самое. Да. И осили. Делаем. Угу. У нас уже подсыхает. Молодцы. То же самое из этих. Сделаем побольше и поменьше, потом разберемся. Хорошо. Угу. Так. Возможно, еще нужно будет малышу. Малышки. Если у нас потом выйдет, мы не будем принять на наш дом. Да. Еще там нужно будет добавить кое-что. Так, пингвины у нас практически подсохли. Мы должны закрасить крылья. Василия сегодня вообще очень-очень сонный человек. Да. Да. В следующий раз предупреждаю, что ты сонная. Так. Теперь мы должны будем взять, я сейчас помогу нашим девочкам, сделать маленькие горошинки. Это будут глазки. Раз. Два. Такие маленькие. Ну да. Такие. Два. Здесь тоже раз. Два. А вы сейчас будете делать клювики, хорошо? Угу. Так. Давайте, я тоже помогу. Два. Клюв. Что будет? Вверху? Ну, он будет вниз смотреть. Нет, почему? Сейчас девочки у нас сделают клювики, и мы добавим несколько деталей. Сюда? Да. Могут смотреть вниз клювики, могут смотреть наверх, разницы нет. Вообще аппликация, она помогает развить пространственное мышление. Пространственное мышление, оно необходимо, в принципе, и для маленьких деток, и уже для больших профессионалов таких, которые занимаются архитектурой, дизайном. Это неотъемлемая часть этой профессии. Теперь мы сейчас сделаем такие детали. У мамы-пингвина мы сделаем бантик, чтобы было понятно, что это она у нас красивая девочка. У тебя будет дочка? Хорошо. Сделаем цветочек. Ну, ладно. Цветочек не сильно заметим здесь, но как будто бантик. У папы бантик. Правильно, а у папы будет галстук, да? Галстук-бабочка. А, ну, сейчас слишком длинная, длинная. Ну, сейчас поменьше сделаем. Вот, покажет телезритель, какая семейка у нас интересная получилась. Ну, наоборот, смешно. То же самое сейчас мы сделаем и о силе. И я покажу, как нужно будет правильно вырезать этих пингвинчиков. Так, я добавляю галстук-бабочка. Нашему папе. У тебя мальчик или девочка будет маленький? Мальчик. Хорошо. Так. И в... да. И маме добавляем вот так бантик красивый. Вот. Все. Итак, теперь я показываю, как это нужно вырезать. Вырезаем мы не по контуру, оставляем совсем немножко места. То есть, оставляем чуть-чуть белой бумаги. И вот так вот повторяем контур нашего пингвина. Лапки будем приклеивать уже после. Вот. Вот так у нас получается. Раз. Папа есть. Как будто наклейки откуда-то взяли. Самодельные наклейки, правда? Да. Вот так. Вот это как будто... вот это мой папа как будто. Так. Вот это моя мама, а это... А София осталась за кадром, да? Угу. А у Асилии мама, папа и Эльдар. Эльдар это братик, да? Да. И Асилия тоже у нас осталась за кадром. Нам сейчас останется... вот. Нам сейчас останется только собрать нашу красивую композицию. Они будут на горах? Да, это льдины. Они будут на льдинах у нас. Заснеженные льдины. Но чем-то они похожи на горы, но они у нас на воде. Итак, раз. Мальчика Эльдара. И маму. Маму как зовут? Моя мама Света. Вот, будет мама Света. Вот. Вот такая мама Света получилась у нас. Все. Теперь ножницы мы откладываем в сторону, потому что они нам не понадобятся. Берем наш красивый фон. Берем наши льдины. Начинаем приклеивать. Я сейчас покажу, как это должно выглядеть. Мы начнем с самого большого, потому что большой у нас на переднем плане. Те предметы, которые у нас подальше, они будут маленькие. Затем будет вот так заснеженная льдинка. И вот так. Понятно? Теперь мы берем, несмотря на то, что у нас помятые, мы берем и хорошенько промазываем клеем. Сейчас я с одной льдиной тебе помогу. А дальше уже сама. Хорошо? Так. В процессе... В процессе вот такого размазывания клея немножечко разглаживается льдина, но тем самым эффект не теряется. И вот так вот приклеиваем. Ты приклеивай, вот так ручками хорошенько прижимай. Так. Пока у нас Асиля клеит, мы собираем с Софей нашу красоту. Теперь маму или папу. Давай папу. Папу пингвина мы приклеим сюда. Здесь уже можно просто вот так намазать. Давай, аккуратно пальчиками прижимай. Вот так. Отлично. Вот. Маму мы тоже сюда, наверное, да? Вот сюда приклеим. Ну что? Давай вот сюда. Вот сюда. Держи. И пингвина Амина. Пингвинчик Аминка мы приклеиваем сюда. Как будто они за ручки держатся. Даже? А это льдино просто пусть. Да, это просто пусть будет. Так. Теперь вот здесь у нас остались ножки, лапки, да? Вот. Амини приклеивай маленькие. Держи. Смотри, они будут вот так в одну сторону. Вот сюда. Раз. Я тебе сейчас покажу. Давай на одном. А дальше ты сама. Вот так. Два. Вот. Раз. Все. Теперь большие. Да. Вот. Приклеиваем. Держи. Большие. И маме средние. Сейчас то же самое и осилием. Отлично. Молодец. Отлично. Если у вас бумага немножко до конца не приклеивается, наоборот, так даже интереснее, такая объемная аппликация получается. Вот сюда мы посадим папу, да? Пингвина. Вот сюда. Приклеиваем. Ой. Эльдар побежал за папой. Пальчиками прижимай. Молодец. Вот здесь давай будет Эльдар. Приклеивай. Я запомнила, как зовут пингвинов девочек. И куда маму? Вот сюда? Давай. Вот. Молодец. У Софии уже все готово. Сейчас мы покажем. Только подождем, когда осилие сделает. Держи лапки. Все. Мы закончили. Давайте покажем наше семейство. Красивое, красивую аппликацию. Очень эффектную и смешную. Вот такая вот замечательная картинка получилась у наших девочек. Такая дружная семья пингвинов. Может быть, вы захотите добавить здесь и бабушку, и дедушку. Возможно, вы захотите добавить еще больше маленьких пингвинов. Ваша фантазия не имеет границ в данной аппликации. Ну, а мы с вами прощаемся. Правда, ребята? Да. И что мы говорим? Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok